МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире телеканала «Москва-24» дебаты кандидатов в депутаты Московской городской думы. Напомню, выборы состоятся 14 сентября. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать выборы максимально открытыми. Участие в дебатах добровольное. Перед началом эфира состояла жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, ну а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Наиль Губаев. Мы начинаем. Сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты по пятому избирательному округу, который включает в себя районный Эфилевский парк, хорошо умневненький, часть района Щукино. Представлю кандидатов. Номер один в нашей жеребьевке это Олег Сорока. Здравствуйте! Максим Кац получил номер два. Здравствуйте! Сергей Бабурин, у него сегодня номер три. Елена Морозова и номер четыре в нашей жеребьевке у нее. Добрый день! И Виталий Золочевский, номер пять. Добрый день! Виталий, вы, наверное, из ЛДПР, да, я подозреваю? Да, вы как-то догадались. Спасибо. Что вам подсказало? Спасибо. Я не знаю, но внутреннее какое-то чувство. Сейчас каждый из вас будет иметь возможность коротко рассказать о себе, о своей программе, с которой вы баллонтируетесь в Мосгордуму. У вас есть ровно одна минута и точно так же, согласно жеребьевке, вы будете начинать. Олег Сорока начинает первое. Минута времени для вас уже началась. Спасибо. Здравствуйте, дорогие москвичи, жители наших районов. Я Олег Сорока, полковник юстиции в запасе, профессиональный строитель и юрист. Главное, что я вижу, считаю, что необходимо обновление Московской городской думы. В думу должны прийти настоящие профессионалы, знающие ситуацию на местах, знающие ситуацию в своих отраслях. И кроме того, что самое главное, чтобы они не просто были депутатами и профессионалами, но самое главное, чтобы они умели работать с людьми постоянно и каждодневно, получали ту информацию от людей, которая бы четко бы говорила, как работают те законы, которые они принимают в Московской городской думе. Следующее. Считаю, что дума должна повысить уровень своей законотворческой деятельности, а не просто штамповать нормативные акты, которые предоставляет или подготавливает исполнительная власть. Но и самое главное, мы должны четко создать вертикаль, систему общественного управления городом и контроля за исполнительной властью. Спасибо, Олег. Ваши минуты стекла. Максим Кац получает свою минуту времени и таймер запускается прямо сейчас. Спасибо. Здравствуйте. Я Максим Кац, депутат муниципального собрания района Щукино. Депутатом я стал два года назад. Перед тем, как стать депутатом, я интересовался тем, как сделать города лучше. Это было чем-то типа моим хобби. Я ездил, читал книги, смотрел, и это было мне интересно. Потом у меня появилось время и возможность заняться этим серьезно. Я прошел обучение у нескольких международных экспертов по этой теме, в том числе в Дании, во Франции, в США, в Швеции. И мне захотелось применить это все на практике в России. Я вот приехал в Москву и сбрался депутатом муниципального собрания. За время деятельности этих двух лет я написал 508 депутатских запросов. И удалось добиться более 70 мелких и крупных изменений в городе, в том числе, например, в районе Щукино. Для пожилых людей установлены лавочки на улицах района, и там восстановлен фонтан. Есть более крупные изменения. Например, мы организовали конкурс по новой схеме метро, и теперь вагонах во всех можно ее наблюдать. И еще разные другие проекты, которые в одну минуту не уложишь. Спасибо. Спасибо. Сергей Бабурин, минута времени для вас начинается. Сергей Бабурин, доктор юридических наук, профессор, народный депутат Российской Федерации в 90-м, 93-м годах, депутат Государственной Думы 1-го, 2-го, 3-го созыва, один из создателей, руководителей Союза Белоруссии и России, председатель комиссии по созданию союзного государства. Почему я баллотируюсь в Московскую городскую думу? Потому что все более ужасает отрыв органов городской власти от народа и населения, от людей, которые здесь живут. И прежде всего необходимо будет, безусловно, перераспределить бюджетные приоритеты, чтобы не обслуживать только лишь строительный комплекс, а обеспечивать развитие социально ориентированного сектора. Необходимо нормализовать ситуацию с нелегальной миграцией. Необходимо внести все, чтобы Дума перестала быть собранием подхалимов. Она должна быть самостоятельным органом. Спасибо, Сергей. Елена Морозова получает свою минуту времени. Таймер запускается. Уважаемые москвичи, меня зовут Елена Морозова. Я член партии «Яблоко», юрист. В 2006 году я пришла в Московскую городскую думу работать в команду Сергея Митрохина. В Мосгордуме мы защищали права москвичей, останавливали точную застройку, сохраняли парки и скверы от вырубки, вели законотворческую деятельность в интересах москвичей. Сегодня я работаю в партии «Яблоко». Я принимаю ежедневно обращения граждан. Я вижу, что многие проблемы, с которыми обращаются ко мне граждане, требуют системных изменений на уровне законодательства города Москвы. Именно поэтому я иду в Московскую городскую думу. Мне уже удалось добиться сохранения публичных слушаний по проектам ГПЗУ. Мне нужно сегодня обеспечить участие граждан в принятии градостроительных решений. Голосуйте за меня, Елену Морозову, партия «Яблоко». Спасибо, Елена. И еще одна минута времени для Виталия Золочевского на сей раз. Таймер запущен. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Виталий Золочевский. Я являюсь депутатом Государственной думы фракции ЛДПР. И я каждый день занимаюсь проблемами граждан. В последнее время все больше и больше обращений относительно сноса гаражных кооперативов, сноса стоянок, проблемы ЖКХ. Если отдельные кандидаты 500 запросов отправляют за два года, то моя работа за последние 8 месяцев – это 800 депутатских запросов. Вот я взял их с собой, чтобы вы все могли посмотреть. Это обращения граждан, это мои запросы, это ответы из правительства Москвы, из разных структур. Все это я делаю каждый день. Каждый день встречаюсь с гражданами, работаю с населением, потому что прямой контакт – это в первую очередь самое важное. Я иду в Московскую городскую думу, чтобы получить большой широкий опыт в городских проблемах и иметь возможность в будущем претендовать на пост мэра Москвы от ЛДПР. Спасибо, Виталий. Ваши цели понятны и задачи тоже. Спасибо всем за мини-презентацию. Я надеюсь, что вы друг друга слушали внимательно. У вас будет что спросить. Сейчас будет возможность задавать вопросы. Номер первый задает номеру второму, второй третьему и так далее. Участник номер пять будет задавать вопросы участнику номер один. Тридцать секунд на то, чтобы сформулировать вопрос и минута времени на ответ точно так же согласно жеребьевке. Олег Сорока задает свой вопрос Максиму Кацу. Олег, тридцать секунд времени. Максим, как я сказал в своем выступлении, я вижу и это позиция наших жителей, что в Московской городской думе должны быть профессионалы, имеющие в том числе и образование, и опыт производственной и хозяйственной деятельности. Насколько я знаю, у вас даже ни одного образования, высшего, по крайней мере, нет. Поэтому у меня к вам вопрос. Как вы будете строить свою работу в Московской городской думе? Олег, спасибо. Вопросы о профессионализме для Максима Каца и минута времени на ответ. Спасибо. Вопрос об образовании очень хороший. Я рад, что вы его задали. Система высшего образования в России, кажется мне, что имеет много проблем и сложностей, с которыми я сам столкнулся, когда поступил в три университета. И мне не понравилось то, что там происходит. Я решил, что тратить свое время на то, чтобы получить там диплом такими полулицемерными способами, которые там происходят, мне не хочется. Я их бросил и ездил, занимался персональным образованием и персональным обучением у ведущих экспертов в области градостроительства, урбанистики и транспорта в мире. Например, сейчас проходит экспертный совет мэрии Москвы, и из 15 присущих там экспертов я знаю лично 5. Я многих их знаю, многих у них учился. Так что в сфере современной урбанистики и современного транспорта у меня много опыта и много знаний, и на основе них я строю свою деятельность в течение последних двух лет, и планирую строить их и в случае моего избрания в Московскую городскую думу и на протяжении следующих пяти лет. Спасибо. Вы считаете себя готовым профессионалом для Мосгордумы? Конечно. Спасибо. Максим, теперь у вас 30 секунд на то, чтобы задать свой вопрос Сергею Бабурину, но время пошло. Сергей, у меня вопрос по поводу финансирования избирательной компании. Вот моя избирательная компания финансируется моими сторонниками, там 2200 граждан России, средний возраст 32 года, перечислили мне платежи и средний платеж там 3000 рублей. То Олега Сороке, например, избирательной компанией финансируется организациями. 39 организаций перечислила Олегу Сороке платежи по 500 тысяч рублей, и они его финансируют. А как финансируется ваша избирательная компания? Кто делает туда пожертвования? Сколько их? И вот, пожалуйста, расскажите. Спасибо за вопрос, Максим. Сергей, у вас есть минута времени, чтобы ответить. Поскольку я являюсь представителем оппозиции, то у меня нет юридических лиц, которые перечисляют мне средства. Мне все средства перечисляют тоже только физические лица. Мы, может быть, хорошо, может быть, плохо не стали использовать систему интернет, как это сделали вы, но речь идет о перечислениях этих средств непосредственно через банковские структуры, что требует закон. И я хочу подчеркнуть, что финансовые средства очень серьезная вещь. Я поэтому очень посчитал за вашу какую-то неудачную шутку, когда вы сказали, что вы за рубежом свои средства распределили по каким-то чужим счетам и закрыли свои счета. Или это остроумие, или это вы пробуете избирательную комиссию на профпригодность? Нет, ну, и вы, к сожалению, не можете задать мне вопрос. Может, вы мне ответите про количество платежей на ваши тратные шутки? Значит, на сегодняшний день у меня полтора миллиона рублей на счет. А сколько людей перечислили? Спасибо. Все, прошу прощения. У нас время распределено поровну между участниками, поэтому так строго. Сергей, 30 секунд на то, чтобы задать вопрос Елене Морозовой. Вот я очень огорчен, что у нас все теледебаты построены абсолютно бюрократически, когда некие технологи решили, кто кому должен задавать вопрос, кто о чем должен говорить. И желательно, чтобы мы еще пособачились и сказали, какие мы все сволочи. Так вот, я, например, считаю, что здесь в студии собрались люди. Я очень рад, что в нашем избирательном округе очень достойны у меня соперники. И у меня вопрос один, как у джентльмена. Что бы вы хотели сказать еще избирателям? Действительно, по-джентльменски Елена Морозова отвечает на этот вопрос. Спасибо большое. Но я вам отвечу как юрист. Я использую эту возможность в свою последнюю минуту. Хорошо. К сожалению, в данном случае вам придется прямо сейчас ее использовать. Хорошо. Я хотела бы обратить внимание москвичей на проблему, связанную с капитальным ремонтом. К сожалению, действующие депутаты, которые представляют партию «Единая Россия», отказались. И законом в июле этого года передали полномочия по определению порядка определения капитального ремонта платы за капитальный ремонт правительству Москвы. Я считаю, что это решение неверное. Оно ошибочно. Полномочия нужно возвращать. И партия «Яблоко», если придет в Московскую городскую думу, будет направлять все усилия для того, чтобы полномочия вернуть в Московскую городскую думу. Для сравнения, в Московской области, где большинство «Единая Россия» плата за капитальный ремонт составляет 7 рублей, в Санкт-Петербурге, где есть фракция «Яблоко» 2 рубля. Спасибо, Елена. Сравнивайте, выбирайте. Ваш вопрос, Виталий Золочевскому. 30 секунд у вас есть. Виталий, как вы знаете, наши коллеги обещают построить детские дома, детские сады, школы. Но мы с вами знаем, что сегодня исключительно правительство Москвы выделяет средства на строительство социальных объектов своим постановлением через адресную инвестиционную программу. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что эти программы адресные инвестиционные должны быть переданы Московской городской думе. Вы согласны со мной? Спасибо за вопрос. Виталий, у вас есть минута времени, чтобы сказать, согласны вы или нет. Безусловно, я согласен, потому что даже в Московской областной думе, например, существует такая практика, что депутат Московской областной думы имеет бюджет ежегодный, 15 миллионов рублей, который он может потратить таким образом, которым он считается целесообразным. Но это не значит, что он приходит, залазит в карман и начинает кому-то раздавать или класть в свой. Это значит, что есть специальная комиссия Московской областной думы, которая отслеживает эту бюджетную комиссию. И все это происходит исключительно на строительство больниц, на их лучшее обустройство, детских садов, школ. То есть, если нужно в школе закупить какое-то оборудование или в больнице, депутат вправе потратить эти деньги. И на сегодняшний день, получается, депутаты могут только своей зарплатой апеллировать и больше ничем. Но так как у большинства из них не будет зарплаты, соответственно, они вообще будут, получается, никем и ничем. И поэтому я считаю, что депутаты самостоятельные самовыдвиженцы в этой думе не нужны. Только депутаты-представители парламентских фракций. Спасибо за вашу точку зрения. Теперь ваш вопрос Олегу Сороке. 30 секунд начинаются прямо сейчас. Спасибо. Олег Васильевич, несколько вопросов. Почему на мои встречи с избирателями приходит гораздо больше людей, чем на ваши? Почему вы говорите, что строительство метро, благоустройство кинотеатра «Патриот», снос пятиэтажек, остановка строительства хорда – это ваша заслуга? Хотя это планы правительства Москвы и к вам не имеют никакого отношения. И почему вы не говорите, что вы выдвинуты «Единой России»? Я считаю, что вы тоже должны одеть свою накидку и говорить «Я Олег Сорока, выдвинуть «Единая Россия», «Единая Россия» – моя партия, она меня поддерживает. Спасибо, Виталий. Вопросов вы задали много, поэтому у Олега будет возможность выбрать, на что отвечать. Минута времени. Виталий, я никогда не скрывал о том, что меня поддержала «Единая Россия», во-первых. Во-вторых, на ваших встречах, я не знаю, почему вы так считаете, что у вас много людей приходит. Насколько я знаю, у вас людей приходит мало, я практически прошел все дворы, всех наших трех районов, практически прошел и знаю, сколько людей ко мне приходило, и проходило очень много. Что касается вопроса о том, что по тем объектам, которые сейчас, тот же самый «Патриот» и, допустим, «Дом культуры» «Октябрь», действительно эти вопросы, в том числе и «Хорда», по крайней мере, эти вопросы нам удалось сдвинуть с мертвой точки. По крайней мере, нам удалось договориться с правительством Москвы к строительным комплексам о том, чтобы часть проблемных точек по «Хорде», они должны быть учтены, жители, учтены строительным комплексом. Спасибо, время на ответы стекло. Я думаю, что ваши мысли понятны, Виталий, со мной согласитесь, наверное. Так, большое спасибо за этот раунд. У нас осталось немного времени, но достаточно, чтобы дать каждому из вас по полторы минуты для финального слова. Точно так же, в порядке, который определила жеребьевка, Олег Сорока начинает свое финальное слово. Полторы минуты пошли. Дорогие жители, нам много что удалось сделать за эти последние 6-7 месяцев предвыборной гонки. Что-то нам действительно удалось сдвинуть с мертвой точки, это касается тех долгостроев, которые у нас были в районах. Что-то решается сейчас. Но у нас большая программа впереди. Я уверен, что мы решим все вопросы по нашей проблемной вопросу нашей северо-западной хорды. И к этому уже есть предпосылки. Есть конкретные поручения, есть конкретные решения по и корректировке проектного решения, и по срочному выходу генерального подрядчика, и окончанию строительных работ в кратчайшие сроки. Я уверен, что мы сможем решить вопрос по 5-этажному жилому фонду несносимых серий. Очень большая проблема для людей. Я уверен, что мы сможем двинуть и решим вопросы по поводу строительства поликлиник, больниц, школ и детских садов, которые на сегодняшний день есть в адресных инвестиционных программах, но почему-то они переносятся из года в год. Я уверен, что мы сможем решить вопрос по благоустройству наших набережных. Я уверен, что и убежден, что мы решим и другие вопросы, которые вы мне всегда задавали. Проблем много, действительно, задач много. И я убежден, что пришло действительно время делать, а не просто разговаривать. И я благодарен всем, кто меня поддержал. Вместе мы все сделаем. Спасибо. Максим Кац получает свои полтора минуты. Время пошло. Да, спасибо. Здесь было сказано много правильных слов о том, что нужно обновлять состав Городской Думы, причем, по-моему, почти всеми моими оппонентами. Я хочу немножко пошире посмотреть на проблему обновления власти в стране. С 2000 года властью в стране, ну, ее держат или управляет страной более-менее одна партия – это Единая Россия. И те сложности, которые сейчас обсуждаются, они в значительной степени появились, потому что члены этой партии Единая Россия не всегда хорошо справляются с управлением городами и страной. Все эти проблемы хорошо известны, я не думаю, что их долго стоит перечислять. Непрофессионализм чиновников, коррупция, нечестные суды, еще очень много всего. Когда мы говорим об обновлении власти, то сразу приходят люди из системных партий, парламентских в том числе, которые говорят, давайте выберем нас. Но они там тоже, на этом поле, уже почти 15 лет. КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия и в том числе Яблоко – все эти партии давно находятся в оппозиции и, по большому счету, обычно играют роль спарринг-партнеров. Если мы говорим о реальном обновлении, то, на мой взгляд, нужно выбирать действительно людей, которые раньше никогда не были связаны с государственным управлением или с системой управления страной. Здесь среди этих кандидатов такой только я, все остальные выдвинуты партиями. Поэтому я призываю приголосовать за единственного независимого кандидата в нашем округе, за меня. Спасибо, Максим. У вас будет свое время, вы выступаете в пятом. Сейчас Сергей Бабурин, полтора минуты. – Уважаемые москвичи, нам нужны перемены, перемены к лучшему. Максим Кац сейчас правильно говорит о засилье, может быть, монополии власти, но я считаю, что это не с 2000 года. У нас и до 2000 года, когда власть в стране захватила банда либеральных экстремистов, мы стали разрушаться, общество деградировать, государство рассыпаться. Поэтому нам необходимо избавляться в целом от той системы, которую нам навязали с 91-го года. В стране, в столице. И поэтому, безусловно, необходимо заканчивать с монополией одной партии. Я с уважением отношусь к членам Единой России, но как только они собираются вместе, это общественно опасно. Поэтому я убежден, что можно было сделать, вот когда говорят, что мы решим, мы решим. Кто мешал Единой России все это решить? Не переносить. Единая Россия монопольно у власти. И сегодня, когда, я надеюсь, представители разных оппозиционных партий придут, они покажут, что они решат те проблемы в интересах человека, а не финансового олигархического капитала. И применительно к жилью. В том числе, вот я могу сказать, что самое сложное – это неизвестность. Нам нужно четко сказать, что будут сносить, что будут строить, что будут делать в том или другом месте. Спасибо, Сергей. Елена Морозова и ее полтора минуты начинаются прямо сейчас. Уважаемые москвичи, Сергей Бабурин правильно сказал. Нам нужно ясное понимание развития нашего города. Перед новым составом Московской городской думы стоят очень серьезные задачи. Это принятие норм градостроительного проектирования, принятие нового генерального плана города Москвы, правил землепользования и застройки. Именно эти законы будут определять качество нашей с вами жизни в Москве. Практика строительства коммерческого дома на детской площадке, хорды под окнами москвичей, закатывание газонов в асфальт должна уйти. Все решения градостроительные должны приниматься на публичных слушаниях. Среди москвичей достаточно высококвалифицированных специалистов, которые способны адекватно оценить проекты, которые предлагает нам власть. Я иду на выборы, потому что мной накоплен большой опыт законотворческой работы. Я готова и буду отстаивать интересы москвичей. Голосуйте за меня, Елену Морозову, партия «Яблоко». Обязательно приходите на выборы. Сделайте свой выбор сами. Не отдавайте этот выбор на откуп чиновникам и фальсификаторам. Приходите обязательно на выборы. Только от вас зависит, какой будет Московская городская дума завтра и какие законы она будет принимать и в чьих интересах. Спасибо, Елена. Я чувствую, что финальная точка вашего выступления поставлена. Перейдем к следующему выступлению. Виталий Золочевский. И полтора минуты есть у него. Время пошло. Дорогие друзья, вот некоторые позиции, которые я буду продвигать в Московской городской думе. Первое. Деньги в район. Посмотрите на наш прекрасный город. У нас в центре все замечательно, все вылизано, все как положено сделано. А в районах, которые ближе к окраине города, там уже все хуже и хуже. Поэтому я считаю, что все районы города Москвы должны иметь одинаковое финансирование. И я обязательно буду этого добиваться в Московской городской думе. Чтобы наш район, Хорошово-Мневники, Щукино, другие районы города Москвы, неважно, все имели возможность быть так же, как на Тверской, так же хорошо и красиво, как и на Читопрудном бульваре. Чтобы везде было одинаково. Второе. ЖКХ под контроль. Я пролоббирую, чтобы депутаты Московской городской думы приняли такое постановление, чтобы мы могли осуществлять общественный контроль за деятельностью ГБУ-жилищник, которые работают в каждом районе города. Как это будет происходить? Старшие всех домов, которых избирают жители, будут входить в общественный совет по контролю за деятельностью ГБУ-жилищник. И по кварталам каждый месяц встречаться вместе с руководителем ГБУ, вместе с главой управы, и вместе с депутатом Московской городской думы, который избран от этой территории. И решать все поставленные проблемы москвичей. Сначала люди, потом деньги. Строительные компании, придя в наш район, почему-то сначала строят, а потом думают о социальной инфраструктуре. Заставим все строительные компании заботиться о той социальной инфраструктуре, которой у нас практически нет. Спасибо, Виталий. Это были дебаты кандидатов депутата Московской городской думы. Мы увидимся с вами на телеканале Москва 24 в 18.30. Не пропустите. Субтитры создавал DimaTorzok